В мечетях Казахстана ведут работу против расточительства на похороны и поминки. В Караганды имамы провели встречу с общественностью. Они напомнили о простых правилах и призвали верующих усмирить свою гордыню. Насколько наши граждане прислушиваются к религиозным служителям, расскажет Эльмира Иржанова. Плотником на кладбищах Конус Байбатаев работает пять лет. За это время, говорит, повидал многое. И мазары с размером с полноценный дом, и могильные плиты с золочёной гравировкой. Нужно ли это мёртвым, трудно сказать, но для живых это, возможно, лишь повод показать своё превосходство, считает он. Покрывать золотом и серебром, я думаю, это чересчур. Достаточно простого ограждения, ведь главное, чтобы скотина не забрела на могилу. Раньше так и делали, а сейчас мало кто придерживается простых истин. С работников кладбища согласны в мечети. Вот уже два года, как духовное управление приняло фетфу с правилами погребения. Однако казахстанцы не спешат ей следовать. Хотя священнослужители уверяют, что работу с прихожанами по разъяснению правил погребения ведут постоянно. В исламе для умершего соблюдают четыре обязательства. Это омовение усопшего, облачение в белый саван, прочтение погребальной молитвы и погребение. Насчет погребения много спорных моментов сейчас. С высоты самолета видно, что мусульманские могилы у нас в Ак-Тубе стоят неправильно. И верующие не всегда лежат головой в сторону священной Мекки. Хотя так должно быть. Ограда должна быть четырехугольной и не выше пояса человека. Главное, чтобы на могилу не ступала нога человека или животного. А вот украшения могилы ислам не одобряет, заметил имам. Не поддерживают служителей больших денежных затрат на проведение пышных поминок. Есть даже принятое духовенством меню из 16 продуктов, которые разрешены на поминальном столе. В их числе хлеб, конфеты, масло и никаких тортов, салатов и фруктов. Главный посыл этих правил – это прекратить порочную практику, когда приходится брать кредиты, чтобы сделать все, как у людей. Будьте в курсе всех событий в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте включить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самого важного.